8 января 1977 года столицу Советского Союза город Москва потрясла серия из трех терактов. Первый взрыв произошел в 17.33 по московскому времени. Взрывное устройство сработало в первом вагоне поезда метро между станциями Измайловская и Первомайская. Следующее взрывное устройство было активировано буквально через полчаса в торговом зале продуктового магазина на улице Лубянка. Авторы взрыва сделали такую своеобразную политическую демонстрацию. Почему? Потому что второй взрыв произошел недалеко от здания КГБ СССР. И третий взрыв прогремел точно так же недалеко от здания продуктового магазина, но уже на улице Никольская. Что важно, подрывники или террористы действовали с тонким расчетом. Взрывы были устроены в час пик, а разница между ними составляла минимум, что должно было по мнению тех, кто устраивал теракт, вызвать панику в самом центре столицы Советского Союза. Позже следствию удалось выяснить, кто же стоял за этим терактом, который потряс не только Советский Союз, но и все международное сообщество. Ведь ранее считалось, что город Москва является одним из самых безопасных городов мира и фактически такой неприступной столицей Советского Союза. И как за рубежом, так и внутри нашей страны обсуждали, что же произошло 8 января 1977 года. Следствию удалось выяснить, что за серией из трех терактов стояли представители организации под названием НОПА. Национально-освободительная партия Армении. И как пришло позже следствие к выводу, за терактом стояло три гражданина Советского Союза и три жителя Москвы. А именно Степан Затикян, Акоп Степанян и Завен Багдасарян. Что же за такая террористическая организация НОПА? Все довольно просто. По сути, это были армянские националисты, которые требовали, во-первых, отделение Армении от Советского Союза, признание независимости этого государства, чтобы русские и советские оккупанты прекратили, как они говорили, геноцид армянского народа и покинули территорию Армении. Кроме того, армянские националисты из НОПА заявляли, что неплохо бы отхапать кусочки от Турции и Азербайджана и создать такую большую и великую Армению. Я отказываюсь от вашего судилища и никаких защитников не нуждаюсь. Я самец обвинитель, а не подсудимый. Слушай, вы не под властью на меня сузите. В моем подведении снова Затикян закончил призыву на армянском языке. Передай другим, что нам остается вместе. Вместе и еще раз вместе. Буквально спустя 14 лет после тех событий, 21 сентября 1991 года, только 10 тысяч и два гражданина Армении проголосовали на референдуме за сохранение Советского Союза. Остальные 2 миллиона армян выступили с полным утверждением того, что Советский Союз абсолютно не нужен Армении. И Армения должна состояться как независимое самостоятельное государство, свободное от оккупации как Советским Союзом, так и русскими солдатами. Вот буквально именно такие лозунги звучали тогда на площадях уже фактически независимой Армении. И вот спустя 29 лет после тех событий 1991 года, великий армянский режиссер Сарик Адриасян обвиняет президента уже независимой России в том, что Россия совершила акт национального предательства по отношению к армянскому народу. Вы удивлены? Тогда слушайте дальше. Автор таких известных кинокартин, как «Лопухи. Эпизод 1», «Беременный», «Тот еще Карлсон», «С Новым годом мамы», «Что говорят или творят мужчины», «Ограбление по-американски», «Что творят мужчины 2», «Землетрясение» и прочие шикарные фильмы типа «Защитников», которые имеют общий рейтинг на кинопоиске примерно в районе 2-3 баллов, решил выдвинуть прямую политическую претензию президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В своих социальных медиа он опубликовал открытое обращение или письмо в адрес президента России и Владимира Путина, где не просто попросил нашего президента действовать в связи с теми событиями, которые прямо сейчас разворачиваются в Нагорном Карабахе, а предъявил такой своеобразный ультиматум, обвинив президента России в предательстве по отношению к армянам, Армении и армянскому народу. Чтобы не создавать каких-то дополнительных домыслов или чтобы меня не обвинили в том, что я вырываю слова великого режиссера из контекста, предлагаю прямо сейчас зачитать пост царика Андреасяна. В 1988 году моя семья в лице мамы, папы и меня была вынуждена переехать из Армении. Мои старшие братья остались жить с бабушкой и дедушкой, в ожидании того, что мы приживемся на новом месте и заберем их к себе. В 1992 году они присоединились к нам. Спустя много лет я рассказывал разные истории и причины переезда, но правда была довольно простой. Нам всем было голодно и очень холодно без отопления, газа, горячей воды и еды. Однажды мой старший брат пошел в школу и преподаватель спросил у него, есть ли у нас дома еда, и мой брат ответил, что есть. Преподаватель попросил принести ему немного еды, если, конечно же, родители разрешат. Бабушка поначалу отказалась, но мой папа сказал, что нужно передать еду. И когда брат на следующий день покормил своего учителя в школе, тот плакал от счастья и, видимо, от унижения одновременно. Так жил не только учитель, так жила вся страна. И каждый армянин проделал огромный путь, чтобы наша родина начала новую жизнь и не возвращалась к тому ужасу, через который прошли наши бабушки, дедушки, родители и мы. Когда после войны нам дали газ, моя бабушка плакала, так как для нее это уже было забытое явление. В такой ситуации мы оказались по многим причинам, как экономическим, так и географическим, оставшись в окружении ненавидящих нас государств, чьи интересы мы никогда не преследовали и не подчинялись. Когда наши взрослые собирались, то всегда говорили, что пока с нами Россия, мы будем невредимы. Я всю свою жизнь живу с любовью к русскому человеку и считаю себя частью не только своей армянской культуры, но и русской. Когда я переехал в Россию и стал учиться неблагодарной профессии, вы уже были президентом, Владимир Владимирович. Я приехал в Россию при Путине, я учился при Путине, был бедным при Путине, добился успеха при Путине. И все мои взлеты, падения, радости, боль тоже были при Путине. Я всегда поддерживал своего президента и верил в его справедливость, благородство и объективность, даже когда вокруг были люди и факты, опровергавшие это. Но сегодня я бы хотел сказать, что своим равнодушием к происходящему в Арцахе вы меня предаете, Владимир Владимирович. Также вы предаете двух моих прадедов из 600 тысяч армян, отдавших свои жизни во время Великой Отечественной войны. Вы предаете тех маршалов Советского Союза, которых дала Армения и Арцах. И тех композиторов, политиков, писателей, спортсменов, режиссеров, артистов и многих других ярких личностей, которые жили и живут, отдавали и отдают свою жизнь ради России. Три миллиона армян, живущих в России, верят в то, что вы не будете использовать Армению как разменную монету, как это сделал когда-то Владимир Ильич. Спустя сотни лет, когда на земле исчезнет последний христианин, я надеюсь, что власть имущие поймут, что те устои, традиции и любовь, которыми наделены наши народы, были намного важнее денег и нефти. Простите, что мы в вас верили. Спасибо, ваш Сарик Андреасян. Согласитесь, нехилая такая предъяла со стороны видного режиссера в адрес президента России Владимира Путина. В особенности, если учесть тот немаленький факт, что большая часть карьеры Сарика Андреасяна состоялась благодаря тому, что фонд кино почему-то его очень сильно любит, выделяя деньги на крайне неудачные, с точки зрения как художественной, так и тематической составляющей картины. Кто видел картины Сарика Андреасяна, поймет, что это третий сортный шлак, который не стоит тех денег, которые на него тратятся, и тем более уж не стоит акта похода в кино. Но, тем не менее, Сарик считает, что он обладает всяческим правом критиковать президента России, обвинять его в акте национального предательства народа Армении. Что мы с вами прямо сейчас увидели? Это называется акт политического или культурного лоббизма, когда видные деятели, в данном случае деятели культуры, выступают с некоторыми политическими требованиями, используя свой тот авторитет, который они успели заработать в обществе. В данном случае Сарик Андреасян использует свой капитал, который он заработал на территории России, для того, чтобы лоббировать участие России в военном конфликте в Карабахе. И не просто участвовать как миротворцами, или как для разрешения этого конфликта. Нет, Сарик Андреасян четко говорит, что вот армяне, они помогали Советскому Союзу. Армения позволила Советскому Союзу победить в Великой Отечественной войне. А все прекрасно знают, что Советский Союз это ведь только русские люди и армяне. И вот благодаря Армении Советскому Союзу удалось выжить, и следовательно сейчас, уже в 2020 году, настал тот самый момент, когда пора платить по счетам. А именно за ту поддержку, которая была оказана в 40-х годах 20-го века. Понятное дело, что это своего рода манипуляция. Вот даже любое предложение Сарика Андреасяна мы попробуем разобрать, и поймем, что он наврал. Вот он сообщает, что 600 тысяч армян в годы Великой Отечественной войны отдали свои жизни за Советский Союз. Важно понимать, что к моменту начала военного конфликта население Армении составляло примерно полтора миллиона человек. То есть, по словам Сарика Андреасяна, фактически каждый второй житель Армении, неважно кто это, ребенок, женщина или старик, отдали свои жизни на фронтах за Советский Союз. Реальные цифры чуть поменьше. Например, официально сейчас в Армении считают, что примерно 300 тысяч солдат и офицеров погибло на фронтах Второй мировой Великой Отечественной войн. Официальная статистика Министерства обороны России и Советского Союза немножко скромнее оценивает эти цифры. Например, в 70-х годах в Советском Союзе утверждали, что примерно 85 тысяч армян отдали свои жизни на фронтах Великой Отечественной войны, защищая Советский Союз от нацистской угрозы. Тем не менее, вот понятно, да, есть разница. 600 тысяч, которые придумал Сарик Андреасян, и официальные данные от Советского Союза 85 тысяч. Но кроме числовых манипуляций, есть и некоторые идеологические манипуляции. Ведь не только Армения или Россия состояли в Советском Союзе. Почему мы должны делить эту победу между, условно, Ереваном и Москвой? Были, например, и другие участники этого конфликта. На Азербайджанская Республика азербайджанцы точно также защищали Советский Союз наравне с другими народами. Так, согласно официальным данным Министерства обороны, всего примерно 600 тысяч армян по Советскому Союзу были мобилизованы для защиты Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Азербайджанцев примерно подобное число, тоже 600 с лишним тысяч человек. Что важно, потери тоже примерно равны. Если Армения потеряла около 85 тысяч человек за годы Великой Отечественной войны, именно как солдаты и офицеров, то Азербайджан потерял примерно около 60 тысяч. И теперь скажи мне, дорогой зритель, а почему Сарик Андреасян считает, что вклад Армении считается более важным, нежели вклад Азербайджана? И почему вообще сейчас, в 2020 году, режиссер и культурный деятель Сарик Андреасян, который снимает пошлые комедии и не самые приятные с художественной точки зрения фильмы, считает себя возможным использовать тему Великой Отечественной войны для политических и семантических манипуляций, делая Россию как бы виноватой и заставляя нас своеобразным образом платить по счетам? Ну, раз уж мы должны платить армянам по счетам, то давайте азербайджанцам тоже заплатим. Можно, например, как предложил журналист Олег Кашин, четыре дня воевать на стороне Армении, а три дня воевать на стороне Азербайджана, чтобы обе стороны были в равной степени удовлетворены поддержкой России. Тем не менее, в своих предыдущих видео я много раз говорил, что внутри России присутствуют разного рода лоббистские группировки, которые своей целью ставят следующее, вовлечение России во внешнеполитическую деятельность, но не для того, чтобы получить некоторую выгоду для России, а для того, чтобы эти лоббистские группировки заработали свой капитал. И в данном случае работает, например, армянская лоббик, которая ранее в лице своих крупных бизнесменов требовала от Путина прямого вмешательства и участия в военном конфликте. А уже буквально сегодня в лице своего видного режиссера требует все так же от президента России, называя его фактически предателем, участвовать в войне, в которой России нет абсолютно никакого резона принимать участие. А теперь ты, дорогой зритель, пожалуйста, ответь мне на вопрос. Вот имеет ли право режиссер, который сидит на государственном подсосе, который снимает некачественные, дерьмовые фильмы, брать и критиковать президента России, называя его предателем, используя к нему не очень приятные эпитеты, унижающие его достоинства, и фактически таким образом оскорбляя всю Россию, называя нас, жителей этой страны, неблагодарными людьми, которые не хотят отдать долг за Великую Отечественную войну. А я хочу заметить такой момент, что сейчас это на самом деле довольно популярная тема. Вот вспомните Александра Григорьевича Лукашенко. Вот буквально несколько месяцев назад в интервью крупному казахскому телеканалу он заявил, что Великая Отечественная война была чужой для белорусского народа и лично для Александра Григорьевича Лукашенко. Сегодня видные армянские режиссеры, например, заявляют, что Армения принимала участие в том военном конфликте не для того, чтобы побороть нацизм, не для того, чтобы защитить мир и свободу всего человечества и вот побороть вот эту фашистскую гадину. Нет, это была такая своеобразная услуга, оказанная русскому народу. Ведь воевали русские и немцы, а вот как бы белорусы или армяне или другие народы стояли в стороне и просто подключались, вот чтобы спасти вот этих Ивашек, которые никак не могли защитить свою независимость. Сегодня Великая Отечественная война, а точнее ее образ, все чаще превращается в такую своеобразную монету для размена, которую используют как политики, так и общественные деятели. Они не ощущают сам факт ценности того события, его значимости. Они не понимают, что такое Великая Победа или что такое Великая Отечественная война. Для них это просто страничка учебника истории, которую можно перелеснуть и в которую можно тыкнуть. Ой, это же благодаря нам была одержана победа в Великой Отечественной войне. А вот если мы бы не принимали в ней участие, все было бы довольно хорошо. И вы думаете, что это просто мои слова? Нет, а давайте вспомним, кому недавно поставили памятник в самом центре Армении, в столице ее, в городе Ереване. Был установлен памятник Горегину Ндждем. Кто не знает, кто это такой, современные армяне считают его национальным героем, тем человеком, который боролся за независимость и свободу Армении. Те люди, которые немножко увлекаются историей, знают, что это был коллаборционист, который сотрудничал с нацистской Германией. Именно с ним сотрудничали нацисты по поводу создания некоторых батальонов вермахта, которые должны были действовать на территории Закавказья. То есть прямо сейчас, на территории современной Армении. В самом сердце этого государства стоит памятник нацистскому коллаборционисту. Вот так вот просто. А теперь давайте сложим пазл, возьмем отдельные его кусочки и соберем общую картину. Что же у нас получается? На территории Советского Союза действовали националистические армянские группировки, которые устраивали теракты. Позже, в 2018 году, на территории Армении к власти пришли ориентированные на Запад, на НАТО и Евросоюз силы, которые проводили митинг с требованием, чтобы русские оккупанты покинули территорию Армении. Чтобы Россия позакрывала свои базы и перестала всячески вмешиваться во внутренние дела армянского государства. В 1991 году все население Армении, не будем считать этих 10 тысяч героев, которые поддержали сохранение Советского Союза, выступили абсолютно утвердительно с требованием того, чтобы Армения стала независимым государством и что Советский Союз никому не нужен. Тогда точно так же звучали лозунги. Давай русскую советскую оккупацию, прекратите геноцид армянского народа. Русские ушли, Советского Союза больше нет. Так почему вы прямо сейчас обвиняете президента независимой России в том, что он предал интересы независимой Армении в ее локальной борьбе за свои национальные интересы на территории Нагорного Карабаха. Если вы считаете, что Нагорный Карабах должен быть вашей территорией или территорией Армении, если Пашинян считает, что может удерживать эти территории, так и ведите войну, если вы считаете, что это должно быть частью Армении. Россия не должна воевать ни за армянские, ни за азербайджанские интересы. Единственный интерес во внешней политике, который должен быть у России, это интерес народа России. А на этом все. С вами, как всегда, был Романов Роман. Пока и до скорой встречи. И, кстати, ребята, если вам интересны более подробные разборы таких тем, например, что прямо сейчас происходит в Нагорном Карабахе и какие уловки пытается использовать Никол Пашинян, чтобы включить Россию в этот военный конфликт, обязательно кликайте по ссылке в описании. Там, во-первых, будет интересное видео, а во-вторых, мой канал, на который я вам очень советую подписаться, называется Романов Роман. Там есть все. Разбор политических процессов, настоящая геополитика и довольно интересные высказывания. А на этом все. Пока-пока.